В сегодняшнем видео я хочу показать немножко последствия снижения кроны у взрослых деревьев. Я уже показывал подобное видео, но там было как, так скажем, такой урок, как лекция. И там мое мнение по этому поводу. Но сейчас хочу ближе показать, какие же последствия этой обрезки. В нижней части была срезана вот такая большая ветка. Здесь ширина где-то 10 сантиметров и длина, наверное, сантиметров до 20. Она очень плохо затягивается. Уже, наверное, лет 5 она вот в таком состоянии открытом. А внизу, как бы показать, появляется вот такое черное. Вот это сажистый грибок на этом дереве. И хотя дерево в прошлом и в этом году я немножко обрабатывал, одна обработка за сезон, потому что не хочется много химии в своем саду. Но, как видите, это не помогает. Дальше. Вот в этом месте появляется такое тоже черное. И кора как бы отслаивается. Это тоже какая-то болячка и очень похоже на такая болезнь, как называется черный рак. Вот это очень похоже на это. Здесь вот был срез такой ветки где-то сантиметра 3. Тоже за 2-3 года она не затянулась. И тоже здесь вот этот сажистый грибок. Залез немного повыше. И вот эта большая вертикальная ветка срезалась в прошлом году весной. Смотрите, она вообще не затягивается. Дальше по всему стволу вот такое черное. И, кстати, в прошлом году еще такого не было. Вот это все в первую очередь из-за обрезки больших веток. Во-вторых, из-за сильных морозов. В-третьих, из-за весенней сырости. И в-четвертых, из-за недостаточной обработки. Вот эти все 4 пункта совпали в этом году. И получился у нас вот такой нехороший, плачевный результат. Вот на этой ветке тоже, смотрите. И хотя на этой яблоне урожай был шикарный. Но я думаю, что если вот это все не затянется. И в следующем году не провести хорошую профилактическую обработку. Разов в 5 за сезон. То за несколько лет, я думаю, что это деревцо пропадет. А вот на молодых веточках такого нет. Здесь срезы все чистые. Вся вот эта древесина чистая. Почки растут. Деревцо развивается. Сейчас я уже нахожусь возле другой яблони. И здесь такая же ситуация. Некоторые веточки, вот такие вот обрезанные. Пока что здесь все чистое. Но по дереву пошли вот такие грибы. А это значит, что как минимум кора здесь поврежденная. Вот в этом месте кора отслаивается. Вот это тоже все покрыто грибами. Ведь здесь много мертвых тканей и мертвой древесины. И сколько это дерево еще проживет, не знаю. И дальше по всей ветке, еще раз повторюсь. Вот это все случилось из-за совпадения множества факторов. О которых я уже сказал. Мороз, сырость, обрезка и плохая обработка. В нижней части этого дерева вот такая есть трещина. Но эта трещина, хоть она и большая, но она чистая. В этом месте нет каких-то таких серьезных грибков и заболеваний. А на тех ветках верхней части, где все срезалось, как видите, все такое вот черное. Еще одна яблоня на среднеросном подвое. И здесь тоже вот, видать, зимой подмерзла. И кора вся такая отслаивается. Здесь практически такая, видно, что здесь болячка. Какой-то грибок. На верхней части срезана большая ветка. Тоже видите, как там сажистый этот черный грибок. И еще одно деревцо. Я уже показывал эти все деревья в своем саду. Смотрите, вот все покрыто грибами. Вот это все зимой подмерзло. Весной, летом дополнительная вот эта сырость. И вот что происходит на этих яблонях. Здесь тоже внизу все вот это было отрезано. И также сюда попадают инфекции, болячки. Вот такие ветки отрезаны. Здесь все черные. И вот такое снижение кроны у взрослых деревьев. Там выше, я не знаю, будет видно или нет. Ветки обрезаны, отломанные. И получается, что дерево сразу не сформировано. И уже дальше с него вы ничего не сформируете. Снижение кроны это полная хрень. И я думаю, что таким заниматься не надо. Этого делать не нужно. Хоть и многие это советуют, показывают. Но никто не показывает вот этих всех последствий. Конечно, если 10 раз за лето обработать деревья фунгицидами, то возможно такого и не произойдет. Но, к сожалению, у нас на рынке сейчас очень много подделок. Их можно целое лето обрабатывать. А результат тоже будет нулевой. Это у меня, так скажем, деревья, такие, которыми я не очень дорожу. Поэтому, даже если эти деревья пропадут, то я сильно не расстроюсь. Потому что яблоки на них так себе. Вот это яблоня, я поначалу думал, что это сенап орловский. Но, честно говоря, не знаю. В следующем видео я попытаюсь сделать обзор этих яблок и показать, какие они. Возможно, кто-то подскажет, что это за сорт. Вот это яблоня-папировка. Я показывал ее. Показывал, какой на ней урожай. Здесь вот эти срезы, хоть и большие, но довольно-таки чистые. Но в верхней части, идем чуть выше, здесь вот уже начинает, кора отслаивается. Дальше, опять-таки, вот третий год или четвертый, опять все зарастает волчками. И, как видите, сколько ни режь их, они все равно растут. Забрался я немножко повыше, чтобы показать. Вот верхняя ветка. Она вся покрыта грибами. Из-за вот этих вот срезов зимой это все подмерзло. Весной холод, сырость. Вот это все грибы, инфекция, плесень. Вся зараза, которая только можно, присоединилась к этой ветке, к этому дереву. Яблоня эта будет срезаться, возможно, сегодня, завтра, послезавтра, ну, а может, весной. Посмотрим, будет свободное время, то мы ее срежем. Поэтому я тоже не очень, так скажем, переживаю за это дерево. И все вот эти эксперименты, как бы, делаем с этих экспериментов выводы, что не стоит обрезать дерево на снижение кроны. Если вам это дерево мешает чем-то, плоды невкусные, срежьте это дерево и посадите туда другое. Но имейте в виду, что как минимум первого урожая придется вам ждать только через 4-5 лет. И то это только будет сигнальный урожай. А полноценный урожай получите на 6-8 год. Так что на этом, на сегодня у меня все. До следующего видео.